В эфире программа 112, инструкция по безопасности в студии Иван Никонов. Я расскажу вам, как не стать жертвой мошенников, что однажды может спасти вам жизнь, здоровье и имущество. Зимняя автодорога, связывающая Наринмар-Усинск, в данный момент открыта для всех видов транспорта. Напомню, людовые переправы в республике Коми через реку Печора и протоки в районе Устюсы открыты с 12 января. По данным службы спасения 112, звонков с зимника не поступало. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и не выезжать на трассу, если ваш транспорт не подготовлен к экстренным ситуациям. В первую очередь, если мы собираемся куда-то выезжать, по возможности мы предупреждаем родственников, куда едем, время ориентировочного выхода на связь. И, соответственно, берем с собой запас теплой одежды, запас продуктов питания, горячего чая, без разницы кипяток или чай в термосе. И запас топлива. Соответственно, дополнительно веревки, троса, чтобы в случае, мало ли попали в метель, смогли вытащить. Если все-таки попали в метель, соответственно, лучше держаться несколько автомобилями, чтобы в случае чего друг друга можно было вытащить, так скажем, из снежного заноса. Если понимаете, что двигаться уже совсем проблематично, останавливаемся, также желательно в колонне останавливаемся и пережидаем непогоду. Ну и, соответственно, чтобы был запас топлива. При, допустим, выезде на реку, на снегоходах, мало ли тоже техника сломалась, либо попали в непогоду, соответственно, стараемся оставаться на тех местах, где находимся. По возможности, если есть GPS-навигаторы и если есть телефонная связь, сообщаем по телефону 112 свои координаты и уже ждем экстренные службы, экстренной помощи. Приедут в любом случае, окажут помощь, вывезут. И в продолжении темы о безопасности. На территории Ненецкого автономного округа в 2015 году зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек погибло и 43 получили травмы. В основном наезды происходили на пешеходов. Таких случаев 14. В 2015 году на дорогах города Наринмара произошло 10 ДТП с участием детей. Основными причинами явились выход из состоящего транспортного средства, а также переход дороги в неустановленном месте. Порекомендовать родителям, чтобы обезопасить детей на дорогах города, проводить с ними беседы, показывать личным примером правила поведения на дорогах, а также на одежду, предметы, велосипеды устанавливают световозвращающие элементы, что может предотвратить происшествие с детьми. Как говорит статистика, без световозвращающего элемента пешехода видно на расстоянии 25 метров при ближнем сете фар, а с использованием световозвращающих элементов пешехода видно на расстоянии 100 метров. Вошли в доверие к пенсионеркам и продали по завышенной стоимости. В Ненецкий округ наведались корабейники. Работают купцы по отлаженной схеме. Звонок в дверь, приглашают на собрание, несколько минут душевных разговоров, а потом пенсионеры приобретают чудо-технику, которая излечит от всех болезней. Беспокоит ли здоровье, а может родственники болеют? Такие вопросы задавали доверчивым пенсионерам, заезжие из другого региона купцы. По словам одной из женщин, неизвестный позвонил в квартиру и пригласил ее на собрание по вопросам ЖКХ. В итоге пенсионеркам так ничего толкового и не сказали. Зато продали за баснословную сумму чудо-аппараты. Одна из потерпевших приобрела электронный миостимулятор Body Time. На просторах всемирной паутины его цена колеблется от 600 рублей до 2000. Женщина за электронную диковинку отдала 14 тысяч. В полиции нас проинформировали, что заявления продолжают поступать. Стражи правопорядка ситуацию взяли на контроль. По этим фактам проводятся проверки. В данной ситуации наши регионы посетили, назовем их, корабейники, которые реализуют этот товар. Лица эти имеют патенты, документы индивидуальных предпринимателей. Товар, мы смотрели документы, значит он имеет технические паспорта, так называемые. К сожалению, просто хотелось бы обратиться к жителям. Первое, что тревогу здесь бить ни к чему, это одна сторона. И вторая сторона здесь в том, что хотелось бы просто остеречь. Мы, если приобретаем товар в официальном магазине, мы можем его вернуть, мы можем предъявить претензии. Здесь мы покупаем товар с рук и наступает обыкновенная опасность. Что же мы купили? Назвать этих продавцов мошенниками с точки зрения закона будет не совсем правильно. Скорее, это очень грамотные маркетологи. Законодательство они не нарушают. Все документы у них имеются. Полицейские убедительно просят, чтобы недоразумение не повторялось, не открывайте двери незнакомым людям, не покупайте товар с рук. Ведь гарантировать качество такой продукции вам никто не сможет. Ночные бабочки, жрицы любви, как их только не называют. В Наринмаре окружные полицейские пресекли деятельность архангела Городок, которые оказывали услуги интимного характера. Из квартиры, где проживали жрицы любви, были изъяты документы и вещи, подтверждающие их незаконный заработок. По данным УМВД, представительницы древнейшей профессии работали в Наринмаре достаточно долго. Проживали пятеро задержанных девушек в квартире в самом центре города. В ходе задержания полицейские изъяли черную бухгалтерию, мобильные телефоны, визитки и сим-карты. Девушки были задержаны, в отношении них составлены административные протоколы. Они будут привлечены к административной ответственности. Также в отношении руководителя данной группы будет проводиться проверка. В последующем, по результатам, возбуждение уголовного дела. Это уже не первый случай, когда в Наринмаре задерживают дам легкого поведения. В 2015 году также жительниц Архангельска привлекли к ответственности за занятие проституцией. Они получили условное наказание. В Наринмаре продолжаются поиски пропавшего мужчины. Кремль Сергей Леонидович, 1987 года рождения, который 27 октября 2015 года ушел из дома в неизвестном направлении. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в светлую серую куртку, светлую шапку, темные брюки, черные высокие сапоги. Другой пропавший Николай Таратин. Утром 26 декабря он ушел из квартиры по улице Ленина. Последний раз его видели около 9 часов в доме 28 по улице Комсомольской. Приметы. Рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, стрижка короткая, на верхней губе имеется шрам, на груди с левой стороны имеется татуировка, РВ-4. Был одет в синий пуховик с капюшоном, на капюшоне мех темно-серого цвета, джинсы темно-синего цвета, ботинки зимние кожаные черного цвета. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112. С вами в студии был Иван Никонов. И я с вами прощаюсь. До следующей недели.